Молодые годы Адольфа Гитлера прошли исключительно в мужской кампании. В женском обществе его не видели. Его половое созревание проходило сначала в мужском общежитии, а потом в казарме, где он чувствовал себя лучше, чем дома. Некоторые историки полагают, что фюрер был скрытым гомосексуалистом. После войны один из врачей, лечивших Гитлера, заявил под присягой, что фюрер, вне всякого сомнения, был гомосексуалистом. Сам Гитлер никогда в этом не сознавался. Публично называл гомосексуализм болезнью. Известно, что значительно легче тем, кто не сопротивляется природе и дает волю своим чувствам. Неприятие собственного гомосексуализма ведет к тяжкому разладу с самим собой. Сознание того, что ты не такой, как другие, воспитывает чувства унижения и обиды на весь белый свет. Если Гитлер действительно испытывал особые чувства к мужчинам и пытался это скрыть, то понятно, почему он в конце концов возненавидел весь мир. Гитлер гениально врал, потому что он с юности привык вести двойную жизнь. У него это было в крови. Всем гомосексуалистам приходилось стоиться и изображать себя такими же, как остальные мужчины. Такова точка зрения тех, кто уверен, что Гитлер всегда вел двойную жизнь. Он постоянно пребывал в мире фантазий, где все складывалось так, как он хотел. Он и музыку Рихарда Вагнера полюбил за ее способность заставить забыть о реальности. С Вагнера в искусстве начинается эпоха околдовывания масс. Просто невозможно представить себе грандиозное зрелище в Третьем Рейхе без этой оперной традиции, без демагогического по своей сути творчества Рихарда Вагнера. Став известным политиком, Гитлер ежегодно посещал знаменитый музыкальный фестиваль в баварском городе Байройте, где жил и творил Рихард Вагнер. Имперский министр вооружения и боеприпасов Альберт Шпеер полагал, что Гитлер так часто ездил в Байройт, потому что у него был роман с невесткой композитора Виннифред Вагнер. По словам Шпеера, фюрер возвращался после фестиваля очень довольный, у него глаза блестели. Но теперь известно, что между ним и Виннифред Вагнер ничего не было. Гитлер, возможно, находил там вдохновение иного рода. На вагнеровский фестиваль собиралось множество гомосексуалистов. Маскулинная музыка Вагнера в то время была модной среди гомосексуалистов. Возможно, это усиливало удовольствие, получаемое Гитлером от любимой музыки. Он бывал там исключительно в мужской компании. Никаких женщин. Художественный руководитель Веймарского театра Ганс Северус Цигер, не скрывавший своих гомосексуальных наклонностей, с наслаждением вспоминал, как Гитлер пригласил его в Мюнхен послушать Вагнера. После оперы они устроились в любимом фюрером кафе Хек. К ним присоединилась Ева Браун, уже ставшая официальной подругой Гитлера. Обычно в таких ситуациях мужчины отделываются от приятеля и удаляются вместе с дамой сердца. Гитлер поступает прямо противоположным образом. Он просит Циглера подождать и на такси отвозит его Браун домой. Возвращается, и они вдвоем едут к Гитлеру в Оберзальцберг, в его загородный дом. И так происходило несколько раз. Почему они не оставались в Мюнхене? Возможно, в большом городе этой паре не хватало той интимной атмосферы, в которой они нуждались. Народный комиссариат государственной безопасности. Следственное управление. Я вас, Сосновский, допрашиваю второй раз. Сейчас глубокая ночь. Чего я должен выслушивать от вас эти нелепые какие-то детали? Какое не имеет значения? Гражданин старший майор. Какая разница? С кем Гитлер ходил по ресторану или в кино? Гражданин старший майор. Руководители партии и правительства не понимают, с кем они имеют дело. Поэтому наша политика в отношении Германии и Гитлера не верна. Вы что, считаете себя умнее товарища Сталина? Никак нет. Просто ему не докладывают то, о чем я знаю. Как вы интересно повернули. Товарища Сталина не докладывают. Это вы, выходит, что-нибудь от товарища Сталина Утаева? Политическое обвинение Сосновский. Только она гроша ломаного не стоит. Товарищ Сталин все знает. Товарищу Сталину все докладывают. Вы меня неправильно поняли. Я хотел сказать, что из-за ареста просто не успел передать в центр материалы о сексуальных отклонениях Гитлера. Почему вы не передали в центр все материалы, это вы следователю своему сообщите, а я товарища Владимирского сориентирую. Ну ладно, раз уж вы заговорили об этом. Я просматривал рабочие материалы Берлинской резидентуры. Есть пометка, что некий ученый, сексолог или сексопатолог отправил сюда, в центр, материалы, показания молодых людей, которые уверяли, что они были любовниками Адольфа Гитлера. Пометка есть, материалов нет. Что-нибудь можете сказать об этом? Вам что-то известно? Так точно. Речь идет о Магнусе Хиршфельде. Ну, покойный Хиршфельд. Он был очень известный в Германии сексопатолог и занимался изучением гомосексуализма. Ну, разумеется, до прихода нацистов к власти. Мне известно, что в своем кругу Хиршфельд говорил, что к нему на прием приходили молодые люди, партнеры Гитлера по постели. Что, Сосновский, есть все-таки реальные основания полагать, что Адольф Гитлер тоже занимался, занимается мужеловством? У нас в резидентуре просто нет никаких сомнений на это еще. Где материалы, Сосновский? Где эти материалы? Это мне неизвестно. Потому что Хиршфельд отправил их со специальным курьером в Москву. Как же так, Сосновский, вы, будучи заместителем резидента, но исполняющим обязанности, не озаботились получить копию, убедиться в том, что такие ценные материалы, как вы уверяете, центром получены? Как так? У нас были не менее надежные материалы сексуальных отклонений Гитлера. Мы этим занимались с того момента, как нацисты прошли в Рейхстаг. И нашли что-то заслуживающее доверия? Да. Гражданин старший майор. Первым его интимным другом, а как полагают некоторые историки и врачи, еще и любовником, стал Август Кубицек, с которым Гитлер познакомился в австрийском городе Линца. Роли между ними распределились сразу. Гитлер ведущий, Кубицек ведомый. Гитлер говорит, Кубицек слушает. Между ними возникла сильная эмоциональная связь. Они тянутся друг к другу, они хотят быть вдвоем и только вдвоем. Ни один человек на земле, вспоминал Август Кубицек, даже моя мать, которая так меня любила и так хорошо меня понимала, не в состоянии был понять мои секретные желания, как это делал мой друг. Гитлер ревновал его к другим молодым людям, с которыми тот заговаривал. Он не мог смириться с тем, что Августом мог заинтересовать кто-то еще. Юноша должен был всецело принадлежать ему одному. Все это напоминает настоящий любовный роман. В феврале 1908 года Гитлер приехал в Вену на несколько дней раньше Кубицека и нетерпеливо писал ему. Я с нетерпением ожидаю твоего приезда. Напиши, когда ты будешь, чтобы я устроил все для торжественной встречи. Вена ждет тебя. Приезжай поскорее. Я, конечно же, встречу тебя. Когда Кубицек наконец приехал в Вену, на вокзале его ожидал Гитлер. Счастливый Адольф расцеловал друга и повел в квартиру, где они провели вместе первую ночь. Это была его мечта. Два одиноких художника наслаждаются совместной жизнью в австрийской столице. А окружающие пусть думают, будто они братья. Они даже одевались одинаково, купили себе черное пальто и шляпы. Они выбирали для прогулок пустынные пригороды. Предпочитали никому неизвестные уединенные уголки. Им никто не был нужен. Похоже, они испытывали сильное эротическое влечение друг к другу и стремились остаться вдвоем. Однажды они гуляли и были застегнуты грозой. Они спрятались в заброшенном сарае. Кубицек нашел грубую мешковину. Гитлер насквозь промок и дрожал от холода. Кубицек расстелил эту мешковину и велел Гитлеру снять с себя мокрую одежду и завернуться в сухое. Тот покорный разделся и лег. Кубицек заботливо укутал его и лег рядом. Это очень похоже на описание жизни гомосексуальной пары. Любовники, вынужденные скрываться от остального мира, ищут уединение за городом или жаждут остаться в темноте оперного зала, возбуждающего их чувства. Гитлер избегал физического контакта с другими людьми, уклонялся от рукопожатий. Другое дело Кубицек. Его Гитлер любил нежно держать за руку. Кубицек сам называет такие контакты интимными. Однажды к августу Кубицеку пришла молодая девушка заниматься музыкой. Гитлер устроил настоящую сцену ревности, кричал, что их комната слишком мала для появления здесь чужих людей. Юный Гитлер избегал женщин, никогда не флиртовал с ними и вообще старался держаться подальше от слабого пола. Единственные женщины, которые присутствовали в жизни Гитлера и его интимного друга, это их матери. Юноши поддерживали особое отношение с матерями. Возможно, они обе осознали и даже одобрили особую природу отношений между сыновьями. Гомосексуализм стал постоянной темой разговоров в Вене в начале 20 века, потому что обвинения в нетрадиционной сексуальной ориентации были выдвинуты против Филиппа, принца Ойленбургского, друга Кайзера, германского посла в Австро-Венгрии. Разгоревшийся скандал привлек внимание венцев к существовавшей в Вене гомосексуальной субкультуре. В городе открылись рестораны, кофейни, отели, бани, где они могли встречаться и наслаждаться друг друга. Не было недостатка в мужчинах, занимавшихся проституцией. Адольф и Август провели вместе только 4 месяца. Почему они разъехались, остается неизвестным. Они оба никогда об этом не говорили. Гитлер просто исчез и погрузился в странный мир мужских общежитий и ночлежек для бездомных. Адольф Гитлер провел в таком окружении 3 года. Впоследствии он с содроганием вспоминал мрачные картины о мерзительной грязи и злобы, с которыми он там столкнулся. Но в определенном смысле атмосфера мужского общежития пришлась ему по вкусу. А в начале 20 века мужские общежития превратились в центры гомосексуальной активности. Для одних это была просто вынужденная замена отношений с женщинами, другие подрабатывали проституцией. Все разговоры в общежитиях крутились вокруг однополого секса. Обитатели мужских общежитий и ночлежек мечтали о легких деньгах. Эти мечты материализовывались в образе состоятельных гомосексуалистов, ищущих партнера на ночь и готовых заплатить. Один из тогдашних друзей Гитлера рассказывал впоследствии американским разведчикам, что к ним в общежития постоянно приходили пожилые гомосексуалисты в поисках молодых людей для развлечений. Трудно отказаться от предположения, что и к Гитлеру, как и к другим обитателям общежития, обращались богатые люди, искавшие юных партнеров. И у историков возникает закономерный вопрос. Не зарабатывал ли таким образом и сам Гитлер? Мне долгое время было очень плохо в Вене, рассказывал сам Гитлер. Несколько месяцев я не ел горячей пищи, питался молоком и черствым хлебом. Зато тратил 13 крейцеров в день на сигареты. Выкуривал от 25 до 40 сигарет в день. И однажды мне пришла в голову мысль, а что если не тратить 13 крейцеров на сигареты, а купить масло и сделать бутерброды? Я выкинул сигареты в Дунай и никогда больше к ним не притрагивался. Народный комиссариат государственной безопасности. Следственное управление. Сосновский, вы что, хотите меня убедить в том, что Адольф Гитлер в юности зарабатывал на жизнь как мужская проститутка? Ну, твои боги, через край хватили. Деньги-то у него были. А откуда? Некоторые биографы считают, что он жил на остатке наследства. А сам Гитлер писал, что он продавал в Вене, потом в Мюнхене рисунки и акварели. Кстати, хорошо рисовал, я никогда не видел рисунков. Ну, знаете, в Мюнхене в ту пору насчитывалось около трех тысяч художников. Я специально узнавал. Прокормиться своими рисунками могли только самые знаменитые. А Гитлер знаменитым не был. Знаете, Сосновский, вы сами понимаете, все это предположения, догадки, версии. Боже мой, ну, может быть, он просто был робкий такой, с девушками не мог познакомиться. Но с кем не случается такое в жизни? Это все, что вы хотели сказать наркому? Нет. Существует такой документ. Называется «Протокол допроса Йоханнеса Менда». А кто такой этот? Йоханнес Менда? Сослуживец Гитлера, они вместе были в армии. Но, правда, подлинность этого документа не установлена. Йоханнес Менд служил в 16-м Баварском резервном пехотном полку вместе с Гитлером с октября 14 по август 16-го года. Из рассказов Менда следует, что Гитлер был гомосексуалистом. В армии ему не надо было особенно скрываться. Он служил вестовым, рассказывал Менд. Оружие он в руках не держал. Мы обратили внимание на то, что Гитлер не смотрит на женщин. Мы заподозрили, что он гомосексуалист. У него были какие-то женские черты. В казарме он ложился спать рядом с парнем по имени Шмидель. Кто-то ночью включил фонарик и сказал, «Ты только посмотри, что они выделывают». Все, кто служил в нашем полку, знают, почему фюрер не женится. Он никогда не интересовался женщинами. После демобилизации Ганс Менд торговал лошадьми, но неудачно. В августе 1919 года он получил в Мюнхене 5 месяцев тюрьмы за кражу и пошел по кривой дорожке от приговора до приговора. Он освободился в мае 23-го, когда Гитлер уже стал заметной фигурой среди ультраправых. Такой человек, как Менд, не мог упустить случай использовать фронтовое знакомство. Он напомнил Гитлеру о себе, и ему тут же отправили деньги. Почему Гитлер проявил такую щедрость? В надежде удержать однополчанина от неразумных шагов, от опасной болтовни? Ганс Менд пригодился нацистам. В конце 1931 года появилась книга «Адольф Гитлер на фронте», изданная от имени Менда. Сам он не то что книгу, фразу не мог написать. В предисловии говорилось, что книга предназначена для тех скептиков, которые хотят знать, где новый фюрер Адольф Гитлер находился во время войны и что он совершил. Ганс Менд неплохо заработал на этой книге, но, как следовало ожидать, захотел большего. Он никак не мог примириться с тем, что Гитлер, с которым они вместе служили, сделал такую карьеру, а он прозябает. В октябре 1932-го он обратился к фюреру в месте, где обычно собирались нацисты, в кафе «Хэк». «Послушай, Адольф!» – закричал он. «Ты почему меня игнорируешь? Забыл, кто тебе так помог? Тогда поговорим об этом потом. Прочитаешь обо мне в завтрашних газетах. Я тебя предупредил, Адольф. Не зли меня». Ганс Менд и в самом деле стал встречаться с иностранными журналистами, что ему дорого обошлось. Нацисты, придя к власти, припомнили ему угрозы, заставившие Гитлера поволноваться. Менд просидел три месяца в концлагере по указанию адъютанта фюрера, обергруппенфюрера С.А. Вильгельма Брюкнера. Но его не уничтожили. Его предупредили и проучили. Освободившись, Ганс Менд занялся торговлей рисунками Гитлера, на которые возник большой спрос. Кроме того, у Менда было много ранних фотографий Гитлера. Говорят, что на них фюрер был изображен в весьма фривольных позах с другими солдатами, с которыми его связывали интимные отношения. Для Менда эти снимки были доказательством близкого знакомства с фюрером. А Гитлер обиделся. Летом 1936-го Менда вновь посадили. Документы по его делу не сохранились. Известно, что гестапо устроило обыск у него дома. Забрали то, что было связано с именем фюрера. Через три года его выпустили. Теперь он возненавидел Гитлера. И, как считается, рассказал все, что знал антигитлеровски настроенным офицерам. Ганса Менда опять арестовали. В последний раз. Он умер в тюремной камере. Все материалы по его делу были отправлены имперскому министру юстиции. В 15-м году, когда 16-й Баварский резервный полк основательно потрепали, выживших произвели в ефрейторы. Но странно, что Гитлер, прошедший всю войну, больше не получил повышения. Многие фронтовики удивлялись. Гитлер четыре года оставался ефрейтором. Основная масса пехотинцев так и оставались рядовыми. Но тот, кто был произведен в ефрейторе, быстро становился фельдфебелем. Что же помешало Гитлеру, награжденному железным крестом, сделать карьеру в армии? Бывший начальник штаба полка утверждал после войны, что он намеревался произвести Адольфа Гитлера в унтер-офицеры, но отказался от этой мысли, поскольку не смог обнаружить в нем командирские качества. Есть другая версия. Производству в фельдфебеле помешал выходящий за рамки приличия интерес Гитлера к мужчинам. Говорят, впрочем, он и сам не желал повышения. Он не хотел лишаться казармы, столь понравившейся ему формы мужского общежития. Он чувствовал себя уютно в чисто мужской компании. И здесь рядом с ним был Эрнст Шмидт, который считается его любовником. Пять лет. С лета 14 по лета 19 они не разлучались. Никогда у Гитлера не было более близкого человека. Поражение Германии в войне разрушило привычную жизнь. Исчез дом, а домом для него была казарма. Распалась его семья, а семьей стала для него группа сослуживцев. Они же, вполне возможно, были любовниками. Революция, распад империи и хаос открыли перед ним путь наверх. Теперь он мог доказать, что он тоже настоящий мужчина. Почему, интересно, он связал свой путь именно с гомосексуалистами, такими, как Эрнстрём и его приятели? Была ли это случайность? Или же собственный сексуальный багаж Адольфа Гитлера определил его тягу к таким людям? В любимых кафе Гитлера с ним за одним столиком можно было увидеть только обожавших его мужчин. В его манере есть, подносить чашку к губам, пить кофе. Было что-то женственное. Фюрер обожал сладкое и поглощал пирожные. Иногда он съедал восемь штук подряд. Влиятельные гомосексуалисты оказывали Гитлеру покровительство, когда он делал первые самостоятельные шаги. Многие из них с придыханием повторяли, не правда ли фюрер просто душка? В мюнхенскую политику Гитлера ввел престарелый писатель и сценарист с большими связями Дитрих Эккарт. Эккарт не любил женщин и презрительно говорил, женщины – это только лишь природа, не более того. Женское начало для Эккарта – это трусость, покорность, ненадежность. Нехватка маскулинности, говорил Эккарт, ведет к декадансу. Судя по всему, Эккарт был гомосексуалистом, скрывавшим эту страсть от всех и, быть может, даже от себя. Он женился, когда ему было 45 лет, на богатой вдове. Но брак вскоре разрушился, потому что Эккарт предпочитал исключительно мужскую компанию. Они развелись в 1920 году, как раз тогда, когда Эккарт познакомился с Гитлером. Дитрих Эккарт ласково говорил о молодом человеке «мой Адольф». Эккарт вел его в высшее общество, научил следить за своей внешностью, правильно одеваться и вести разговоры в гостинах. В благодарность Эккарта сделали главным редактором партийной газеты «Фелькешер Белбахтер». Эккарт обладал тем, чем еще не обзавелся Гитлер – хорошими манерами и связями. Зато у Гитлера обнаружилось то, чего не хватало Эккарту – твердость, ораторский талант, целеустремленность и желание учиться. Услышав первый аплодисмент, и Гитлер понял, в чем его талант – способность убеждать. С помощью хороших учителей Гитлер научился скрывать свои слабости. Он стал более популярным, чем легендарный генерал Эрих Людендорф. Место рядом с Гитлером занял еще один человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией – Рудольф Гесс. Со временем он стал заместителем фюрера по партии. За глаза Гесса называли «фройленгесс», как в Германии обращаются к женщинам. Современники считали его патологически слабым, женственным и одновременно жестоким. «Я думаю, что во мне существует странное сочетание разных качеств, и это делает мою жизнь трудной», – писал молодой Гесс своей будущей жене Ильзе Прюль. «Сейчас я нуждаюсь в гармоничной атмосфере. Хочу работать спокойно и не желаю ничего слышать о политике. Всеми фибрами души я мечтаю о культурном окружении – Моцарте, фортепиано, флейте. А на следующий день я жажду политической борьбы, публичных схваток. Я хочу выступать и презираю все то, что еще вчера было для меня самым дорогим. «Сегодня суперчувствительный, завтра грубый и жестокий. Я не знаю, что с собой делать». Сын торговца Гесс родился в 894 году, вырос в египетском городе Александрия. В августе 14-го был призван в армию. В 19-м демобилизовался и отправился в Мюнхен. Здесь он познакомился с Дитрихом Эккартом, будущим командиром штурмовиков Эрнстом Ревом и генерал-майором Карлом Хаусхофером, который ушел в отставку, стал приват-доцентом в Мюнхенском университете и основал институт геополитики. Второй страстью Гесса стал Адольф Гитлер. У них с Гитлером возникли очень близкие отношения. Фюрер овладел искусством внушать окружающим его людям чувство, что они нужны и что их высоко ценят. Он обращал свои чары на своих сотрудников, и они свято верили в его миссию. В этом часто присутствовал элемент гомосексуальной эротики. Рудольф Гесс целиком и полностью подпал под очарование Гитлера. Он часто повторял, «Я полностью принадлежу Гитлеру. Я его люблю». Он был рядом с Гитлером 8 ноября 1923 года, когда мюнхенские нацисты пытались захватить власть в Баварии. И срок они отбывали вместе. Для нацистов условия заключения не были тяжелыми. В камере царила обстановка то ли офицерской столовой, то ли мужского общежития. Днем они занимались спортом на свежем воздухе, вечером устраивались дружеские посиделки. Начальник тюрьмы требовал от них только не выходить голыми за пределы камеры и не разгуливать в непотребном виде по тюремным коридорам. Так что несколько месяцев заключения не были наказанием для Гитлера. Напротив, он смог отдохнуть и расслабиться. Гитлер много гулял, вел исключительно полезный для здоровья образ жизни. Именно в это время он стал с мистической верой в свою миссию разглагольствовать о том, что он спасет Германию. Первая часть его книги «Майнкамф» родилась в тюрьме в диалогах с Гессой. Рудольфа Гесса выпустили из тюрьмы через 9 дней после Гитлера. Все эти дни фюрер метался по квартире своего интимного друга Эрнста Хан в Штенгле со словами «Ах, мой бедный Руди! Но не ужасно, что он до сих пор за решеткой!» Гесс отказался от работы в университете и согласился за очень маленькие деньги быть личным помощником Гитлера. Он оказался почти идеальным секретарем. Организовал все встречи, читал почту, сопровождал Гитлера в поездках, следил за тем, чтобы фюрера вовремя накормили и чтобы гостиница была заказана. Желая улучшить репутацию партии и положить конец неприятным для него разговорам, Гитлер посоветовал Гессу жениться. В декабре 27-го Гесс оформил отношения с давней знакомой. Гитлер очень серьезно отнесся к свадьбе Гессы. Свидетели говорили, что накануне свадьбы фюрер был бледен и весь дрожал. На вечеринке после свадьбы ничего не ел и никак не мог взять себя в руки. Хотя брак был чисто формальным, Гесс очень хорошо относился к Эльзе, но перебороть природу не мог. Поэтому они с женой остались не более чем друзьями. Гитлер, тем не менее, ее не любил, называл гермафродитом в юбке, жаловался на то, что жена подавляет бедного Гесса. Конечно, Гесс был тронут, когда 30 января 1933 года новый канцлер Германии после официального приема в отеле Кайзерхофф его одного повел к себе в спальню, чтобы продолжить торжество. Один из бывших руководителей штурмовых отрядов, Франц Пфефер фон Заламан, говорил, что Гитлер любил назначать на высокие должности людей с ущербинкой, уязвимых, у которых были слабые места, на которые он мог в случае необходимости нажать. Это делало его подручных полностью от него зависимыми. И еще одно наблюдение. Став фюрером и рейхсканцлером Великогерманского рейха, он все равно предпочитал общество телохранителей, адъютантов и водителей. С ними он чувствовал себя спокойнее и увереннее, чем с генералами или министрами. Народный комиссариат государственной безопасности. Следственное управление. А сейчас, кстати, Гесс какое место занимает в окружении Гитлера? После прихода к власти Гитлер сделал его своим заместителем по партии, ввел его в правительство. Гесс предан Гитлеру. Правда, в 30-е годы отношения между ними несколько охладели. И роль Гесса в аппарате партии падает. А вот когда товарищ Молдов в декабре прошлого года был в Германии, он встречался с господином Гессом. Разошелся Вячеслав Михайлович в оценках значимости господина Гесса. Я прошу, мне верите. Да как же я могу вам верить, Сосновский? Вы арестованы по обвинению в работе на германскую разведку. Все, что вы мне говорите, это же все немецкая подстава. Так меня и нарком ориентировал. Немцы через вас нас дезинформируют. Вы же меня знаете, гражданин старший майор. Да я вас знаю, поэтому и беседую с вами. Я должен был бы наплевать на ваши бредни, вернуть вас в следственное управление. Они, кстати, спрашивали сегодня, когда мы с вами закончим. Я вас прошу, не отдавайте меня им. Вы же знаете методы их работы. Они меня избивали, спать не давали. Хватит, я вам не позволю клеветать на советских чекистов. Давайте к делу. Значит, то, что вы сейчас рассказывали, это же, наверное, не только вам известно. Немцы-то сами обо всем об этом знают? Да. Есть группа немецких офицеров, которые ненавидят Гитлера и хотят его свергнуть. У них эта информация есть, у этих офицеров. Вы реально говорите, есть какие-то имена, должности, или вы все это придумываете, говоря об офицерах? Протокол допроса Йоханнеса Менда составлен по просьбе главы Абвера адмирала Вильгельма Канариса. Сосновский, это Канарис вас завербовал, или вы работаете на ССовскую службу безопасности СД? Зачем вы так, гражданин майор? Я, между прочим, кровью доказал преданность Родине. Сосновский, вы что, хотите, чтобы я поверил, будто начальник военной разведки, контрразведки, адмирал Вильгельм Канарис работает против фюрера? Я не настолько наивный человек. И вас, кстати говоря, наивным тоже не считают. Зачем вы все это рассказываете? Нам стало известно, что в Вермахте существует группа офицеров, которые ненавидят Гитлера. Они все группируются вокруг генерал-полковника Людвига Бека. Канарис им симпатизирует. Они готовят заговор. Только они хотят не убивать Гитлера, а захватить его живым. Подвергнуть медицинскому освидетельствованию, а результаты опубликовать. В начале 20-х мюнхенская полиция собрала досье на Гитлера, которое составило 6 томов. Возможно, в нем содержались ответы на многие вопросы. Но, став рейхсканцлером, Гитлер позаботился о том, чтобы досье было конфисковано. Бывший личный переводчик Гитлера, Ойген Дольман, рассказывал, что часть документов сохранил генерал Отто фон Лоссов, который в 20-е годы командовал баварским рейхсфером. Именно он подавил так называемый пивной путь. «Теперь я получаю угрожающие письма от молодых и старых нацистов», – говорил генерал Лоссов. «Моих офицеров оскорбляют, когда они оказываются в публичных местах. Но ни со мной, ни с ними ничего не произойдет. Я знаю, как иметь дело с этим человеком. Гитлер и его сторонники знают, что покушение на мою жизнь или жизнь моих офицеров приведет к грандиозному скандалу. И Гитлер все проиграет». Когда генерал стал зачитывать отдельные документы из своего сейфа, стало ясно, каким опасным оружием он обладает. «Ко мне на улице подошел человек и пригласил в кино. Потом он покормил меня и дал мне сигареты. Он хотел, чтобы я пошел с ним. Он несколько часов говорил со мной о будущей немецкой армии и уговаривал меня присоединиться к его движению. Он мне не разрешал курить в комнате. Я провел с ним всю ночь». Подпись Йозеф, 22 года. «В кафе возле университета я познакомился с человеком, который говорил с австрийским диалектом и много рассказал мне о Вене. Когда я проявил интерес к его рассказу, он объяснил мне важность воссоединения Германии и Австрии. Он изъявил готовность снабдить меня книгами и статьями на эту тему, поэтому мы зашли к нему домой. Было уже поздно, и он предложил мне остаться у него. Его имя – Адольф Гитлер. Характерная черта его облика – прядь волос, спадающих на лоб. Подпись Франц, 25 лет. «В досье были показания еще нескольких молодых людей. Все они рассказывали об одном и том же человеке, который приглашал их поесть, говорил о политике, о том, что Германия и весь мир принадлежат им, немецкой молодежи. Разговоры затягивались до полуночи, когда этим молодым людям, которых дома не ждало ничего, кроме голода и отчаяния, оставались с ним на ночь». Генерал Лоссов объяснял, «Если со мной что-то случится, эти документы окажутся в руках мировой прессы, и ему конец». Лоссов действительно умер в своей постели в 1938 году, а его менее предусмотрительный друг и политический союзник, бывший премьер-министр Баварии Густав Риддерфон Кар, был ликвидирован вместе с руководителями штурмовиков в «Ночь длинных ножей» 30 июня 1934 года. Те, кто знал Гитлера в юности, рассказывали, что он уже с утра ненавидел весь мир и в таком настроении пребывал весь день. Постоянная неудовлетворенность отравляла ему жизнь. Один из самых близких к нему людей в 20-е годы, Эрнст Ханфштенгель, знавший иностранные языки, получил пост руководителя отдела иностранной прессы в партийном аппарате. В 1937 году он бежал из Германии, и язык у него развязался. Обиженный на фюрера, как только могут обижаться отвергнутые любовники, Ханфштенгель говорил, что главная проблема Гитлера – это его неспособность вести нормальную интимную жизнь. И природа его обделила, и годы, проведенные в мужском общежитии, а затем в казарме, развернули его в сторону гомосексуализма. Попытка скрыть свое влечение привела его к мучительному разладу с самим собой. Его проблемы все усложнялись, и вскоре уже ни женщина, ни мужчина не могли перенести ему облегчение. Народный комиссариат государственной безопасности. Следственное управление. Слушаю, слушаю вас, Сосновский, все больше понимаю, что зря я теряю время. Всю ночь я с вами проговорил, рассказали, у меня тут масса забавного, но не вижу никакого политического смысла вашей информации, Сосновский. Какое все это имеет отношение для внешней политики? У нас, между прочим, с Германией почти два года хорошие отношения, потому что у нас враги общие, британские и американские империалисты, поджигатели войны. Гражданин старший майор, я хочу доказать, что Гитлер опасен для нашей страны. Взаимосвязи не вижу. При чем тут его эти сексуальные предпочтения? Так как же? При том, что Гитлер безумец. Он же садист с извращенной психикой. Он вынужден скрывать свою истинную сущность. Ему нельзя верить. Гражданин старший майор, я уверен, что он готовит нападение на нашу страну. Надо использовать собранные мной материалы. Ведь если немцы узнают, что Гитлер гомосексуалист, они же не станут воевать за него. Надо как-то объяснить это правительству. Но вы за правительство Сосновский не беспокойтесь. Там есть кому правильно проанализировать информацию. Заберите арестованного. Жалобы, просьбы Сосновски есть? Просьбы есть. Вызовите меня вновь на допрос. Вы Сосновский курите? Да. Возьмите. В камере пригодится. Пригодится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова